Перу Перуан, Тайтамба, Суксуэмана. Однако не меньше тайн перуанская земля скрывает под своей поверхностью. И то, что нам сегодня известно, только малые крохи. Но даже столь неполная информация рисует перед нами непередаваемо загадочную картину прошлого человечества. В самом центре Перу стоит небольшой город Ика, который стал известен всему миру в августе 2007 года. Когда тут произошло сильное землетрясение, которое вызвало огромное разрушение и привело к многочисленным жертвам. Но мало кому известно, что тут, на центральной площади города в старинном особняке, расположен музей гравированных камней, который хранит удивительную коллекцию, способную полностью перевернуть наше представление о прошлом человечества и эволюции жизни на планете. Этот музей создан в 70-е годы прошлого века доктором Хавьером Кабрерой, прямым потомком испанского конкистадора, который основал город Ика в середине 16 века. Доктор Кабрера был хирургом и поначалу вовсе не интересовался вопросами древней истории и археологии. Но в 1966 году ему в руки попал небольшой камень с изображением медицинской операции. Рисунок настолько заинтриговал Кабреру, что он начал искать аналогичные камни и за 10 лет собрал огромную коллекцию из 11 тысяч гравированных камней. С самого начала Кабрера всеми способами пытался привлечь внимание перуанских археологов и историков к этому феномену. Но его активность привела к прямо противоположному результату. Коллекцию камней ики официально объявили современной подделкой. И это клеймо сохраняется до сегодняшнего дня. Впрочем, это не удивительно. Изображения на камнях из коллекции Кабреры абсолютно противоречат современным представлениям об эволюции жизни на Земле. Кому из нынешних историков, биологов или геологов понравится мысль о том, что люди и динозавры жили одновременно. Конечно, это бред, скажет большинство академических исследователей. Но в коллекции Кабреры таких бредовых изображений не десятки и даже не сотни. Их тысячи. На камнях ики показана жизнь человека непосредственно среди древних ящеров. На одних динозавров человек охотится. С хищниками типа тиранозавра сражается. И далеко не всегда успешно. А некоторых динозавров человек использует в качестве домашних животных. Естественно, что подобная картина прошлого совершенно не устраивает современную науку. Именно по этой причине коллекция камней ики была объявлена фальсификацией. Якобы камни были сделаны местными крестьянами для того, чтобы заработать на увлечении доктора Кабреры. Однако то, что нарисовано на камнях ики, само по себе опровергает возможность подобной фальсификации. Представьте себе группу перуанских крестьян середины прошлого века, которые прекрасно разбираются в палеонтологии и способны за несколько лет выдать на гора 10 тысяч гравированных камней только ради того, чтобы угодить доктору Кабрере и заработать немного денег. Конечно, когда коллекция Кабрера в середине 70-х годов прошлого века стала сенсацией, появились современные копии. Но они принципиально отличаются от основной массы камней ики. Это видно даже невооруженным глазом. Камни, да, это действительно интересная вещь, действительно некий феномен. Что касается, подлинные они или фальшивые. Несомненно, среди всей коллекции есть фальшивые камни, их там, скорее всего, много. Но это касается, прежде всего, камней размером с кулак и меньше. И нам прекрасно местные торговцы с сувенирами показали, как это все можно сделать с помощью железной проволоки. Часть камней наверняка так и сделана уже тогда, когда доктор Кабрера начал собирать коллекцию. Об этом прошел слух, и люди делали эти камни, проносили и продавали. Но, что касается больших камней, а там, размером с человеческую голову и больше, там, вплоть до метра в диаметре, это вещь интересная. То есть, с точки зрения подделок, непонятно, кому, как бы, с горелого головы вложить такой станический труд, даже если это потом можно продать, там, Кабрере. То есть, труда там израсходовано больше, чем, как бы, за это, наверное, можно было получить денег. Между прочим, камни ики – это обкатанные водой куски гранита очень твердой горной породы. И нанести на них рисунки не так уж и просто. Твердость гранита сопоставима с твердостью инструментальной стали. А многие рисунки при этом вовсе не процарапаны, а нанесены чем-то типа бормашинки. Это действительно гравировка в полном смысле этого слова. Но есть следы и еще более удивительной техники нанесения рисунков на твердый камень. Иногда просматривается такая техника, что рисунок сначала надрезали ножом, вот просто по вертикали, а потом сбоку сняли часть камня, оставив такой вот, все вдоль или ехали, как его назвали. Кстати, по технологии исполнения, вот вариант, когда как будто ножом прорезаны рисунки, очень удивителен, потому что такое впечатление, что с камнем работали, когда он имел размягченный внешний слой. Между прочим, прослеживается странная закономерность. Рисунки на маленьких камнях, как правило, более грубые по технике исполнения и меньше детализированы. Но чем крупнее камень, тем лучше техника гравировки и детальнее изображение. А некоторые рисунки вообще выполнены в технике низкого рельефа, когда изображение возвышается над фоном всего на 1-2 миллиметра. Это колоссально трудоемкая работа. Что бы ни заявляли официальные власти по поводу современного производства камней яйки, источник их происхождения хорошо известен. Дело в том, что гравированные камни находили и еще даже продолжают находить в местных погребениях. Это индейские культуры Паракас, Наска, Ика, которые датируются археологами первым тысячелетиям нашей эры. Перуанский департамент Ика – настоящий рай для археологов. Земля здесь буквально нашпигована погребениями. Ведь всего 500 лет назад эта территория не была столь пустынной. Когда в 16 веке сюда пришли испанцы, тут были зеленые речные долины, покрытые густыми зарослями дерева у оранга. И эта территория на протяжении тысяч лет была плотно заселена земледельцами. Именно в их захоронениях и находят гравированные камни со странными изображениями. Нам удалось познакомиться с группой Уайкерас. Так в Перу называют черных археологов. Грабительские раскопки в середине прошлого века были одной из основных статей дохода для многих местных крестьян. Однако для Уайкерас главный интерес представляют изделия из золота, прекрасно сохранившиеся многоцветные ткани и керамика, которыми столь богаты древние погребения этого района. А вот камни со странными рисунками особого интереса у иностранных туристов не вызывают. Именно благодаря этому доктору Кабрери удалось собрать столь внушительную коллекцию. Крестьяне находили эти камни на своих полях и приносили их доктору Кабрери. Часто у них не было денег, и они, зная об увлечении доктора, отдавали ему камни в качестве оплаты за лечение. Мы не хотели входить в конфликт с законом и поэтому не принимали участие в несанкционированных раскопках. Однако у нас была возможность не только ознакомиться с домашней коллекцией черных археологов, но и приобрести несколько камней ИКИ. Раз они объявлены современной подделкой, то и вывоз их не является преступлением. Кстати, цена на камень ИКИ была не столь уж и большой – 200 долларов. Для сравнения, расписной сосуд культуры Наска нам предлагали купить в три раза дороже. Это очень красиво. Мы сейчас находимся в Лима. Сейчас мы находимся в Лима. Сейчас мы находимся в Писко, но не в Лима. Наскционированно 6,7 метров. Наскционированно 6,7 метров. В Лима. Наскционированно 6,7 метров. На глубине 6 метров. Здесь была культурная Наска, паракас, ика. И мы находимся в Писко, паракас. То есть нескольких... А, кстати, непопытная деталь. Получается, что по камням мы можем, наоборот, говорить о том, что единая культура вообще была изначально. Тем не менее, на мой взгляд, что камни ИКИ – это не такой уж локальный феномен. В коллекции названо по городу ИКИ, где Кабреро ее собрал. На самом деле, они встречаются достаточно широко по территории Перу. Насколько мне известно, их находили не только в провинции ИКИ, но и под Лимой, и в долине Куска. Просто в других областях, таких как Лима, Куска, там более жесткое отношение со стороны полиции древности. И там такие вещи гораздо менее известны, просто скрываются. А Кабреро удалось собрать в 60-е и 70-е годы свою коллекцию, поэтому она сосредоточена в одном конкретно взятом месте. На самом деле, это, на мой взгляд, достаточно обширный для Перу феномен. В том-то и заключается одна из основных загадок камней ИКИ, что находит их в погребениях местных индийских культур первого тысячелетия новой эры. А изображены на камнях динозавры, которые вымерли десятки миллионов лет назад. Как это может сочетаться? Здесь в определенный период люди и динозавры сосуществовали одновременно. И это сосуществование не было мирным. Наоборот, это было противостояние, очень суровое, между человеком и динозаврами. И все это происходило здесь, на юге Перу, в районах ИКИ, Паракаса, Наски. Здесь находят вместе кости динозавров и лежащие рядом кости человека, окаменевшие кости. И относятся они к культурам, которые существовали здесь чуть более тысячи лет назад. Здесь в культуре Паракас есть керамические сосуды, а также ткани, на которых изображены динозавры. То же самое и с культурой ИКИ. В ней есть сосуды, ткани, изделия из дерева, гравированные камни, на которых тоже изображены динозавры. Есть также много сцен, на которых люди и динозавры изображены вместе. Это послание человечества, которое существовало здесь несколько тысяч лет назад. Мы видим, что здесь, в зоне Акухаки, в пустыне Акухаки, были найдены кости динозавров. И вместе с ними кости человека, относящиеся к той же эпохе. И человеческие кости были найдены также в окаменевшем состоянии. По словам профессора Муниса, подобные находки человеческих костей вместе с костями динозавров сделаны не только в центре Перу, но и на севере страны, в Амазонии. А в Аргентине были найдены окаменевшие кости человека, которые лежали вообще ниже костей динозавра. То есть человеческие останки были древнее останков ящеров. Люди и динозавры, живущие вместе на территории Перу всего одну-две тысячи лет назад? Возможно ли такое? Для утвердительного ответа на этот вопрос нужно обладать стопроцентными данными. Однако информация о странных находках откровенно замалчивается. И у нас нет возможности оперировать подобными фактами. Собрание камней ики составляет буквально целую энциклопедию динозавров. Тут есть хорошо известные палеонтологам виды – стегозавр, трицератопс, тираннозавр, различные представители гигантских зоороподовых. Но есть немало изображений неизвестных науке видов. Что это – бульная фантазия современных фальсификаторов или все-таки реальное знание? В коллекции доктора Кабреры есть камни с изображением странного существа. Сам Кабрера интерпретировал его как агнату – древнюю бесчелюстную рыбу. Правда, это древнее животное всегда показано с полным ртом зубов. Более того, оно почему-то изображается настолько детально, что позволяет интерпретировать его иначе. Как представители древних морских хищников – ракоскорпионов. Но по данным палеонтологии, ракоскорпионы жили в период палеозоя, а это от 300 до 500 миллионов лет назад. Задолго до динозавров. И камней с их изображением в коллекции Кабрера более 200 штук. Неужели это всего лишь какая-то мания современных фальсификаторов, которые почему-то запали именно на ракоскорпионов? Камниники таят в себе и другие загадки. Например, в коллекции есть несколько камней с представителями гигантских зоороподовых, которые изображены как живородящие и даже млекопитающие. А ведь только буквально в последние десятилетия, когда Кабрера уже собрал свою коллекцию, палеонтологи стали выдвигать гипотезу о том, что некоторые динозавры могли быть теплокровными и живородящими. Неужели древние художники видели все это своими глазами? Есть и другая версия происхождения камней Яки. Ее выдвинул еще сам доктор Кабрера. Он считал, что это коллекция гравированных камней, своего рода каменная библиотека. И в ней отражены различные стороны жизни древнего человечества, которая существовала на планете десятки миллионов лет назад. И, конечно, это загадка, откуда они взялись. То есть, либо это действительно какая-то древняя что-то типа библиотеки, которая была потом найдена индейцами, и они эти предметы превратили в предметы культа. И потом клали в могилы к своим мумиям, где их в настоящее время и находят. По моей версии, коллекция камней Яки, собранная Хавьером Кабрерой, действительно является аналогом библиотеки. Просто здесь носитель информации чрезвычайно необычный для нас. С одной стороны, рисунки или гравировка на камнях, будь то рельеф, будь то гравировка, известна во всем мире. С другой стороны, нигде нет такого огромного количества именно отдельных камней с конкретными сюжетами. Мне это больше всего напоминает остатки, скажем так, библиотеки после взрыва. Если вот мы представим себе библиотеку, которую подверглась каким-то разрушениям, и спустя энное количество лет пришел исследователь и набрал стопку листов из одних книжек, из других, из газет, из журналов, сложил вместе. Вот примерно можно по аналогии представить себе такую ситуацию. То же самое он и увидит. Различные носители информации, разрозненные, дошедшие в неполном составе, собранные вместе. И мы можем, продолжая эту аналогию, увидеть в такой стопке одновременно и фотографии современных самолетов, и рисунки реконструкции динозавров, или портрет политических деятелей. Примерно такая же ситуация и с камнями Ики. Действительно, галереи рисунков на камнях Ики не ограничены только людьми и динозаврами. В коллекции Кабрера есть много камней с изображениями представителей галаценовой фауны. Так обычно называют животных, которые вымерли в период последнего оледенения примерно 12 тысяч лет назад. Слон, снег и снег. Тут есть изображение таких вымерших млекопитающих, как гигантский ленивец, лошадь, верблюд, олень, слон и даже кенгуру. Между прочим, палеонтологи считают, что сумчатые в Америке вымерли задолго до появления здесь человека. То же самое касается лошадей и верблюдов. А в коллекции Камней Ики есть рисунки, где человек изображен верхом на этих животных. Более того, есть немало камней с изображением колесных полозок, запряженных лошадьми. А как считает современная наука, индейцы до Колумба в Америке колеса не знали. Но в музее Кабреры такие рисунки есть. Причем перуанские колесницы очень напоминают тот тип, который использовался на другом конце земного шара, в древнем Шумере. Более половины коллекций доктора Кабреры составляют камни с изображением различных сцен жизни древнего общества. Война, рыбалка, охота не только на динозавров, но и на обычных животных и птиц. Есть сцены религиозных церемоний. И если бы собрание доктора Кабреры состояло бы только из таких камней, оно бы уже давно было использовано историками для реконструкции жизни древних индейцев. Ну, этот камень у нас будет вылезан со всех сторон. Однако рядом с бытовыми сценами жизни скотоводов и земледельцев мы видим изображение летательных аппаратов. Это, несомненно, машина для полета по воздуху, хотя и показана не очень условно в виде стилизованных птиц. Но ведь и мы часто называем самолеты стальными птицами. Птицы, треугольники, яиц, ракета, собственно говоря. Где ракета? Вот птица на птицу похожа. Как на них похожа? Может, ракета, да. Вот треугольник. И на ложке. На камнях Эки хорошо видно, что пилоты летательных аппаратов используют отдельные механизмы для управления. На одном из камней изображены два пилота, которые наблюдают за динозаврами при помощи подзорных труб. На другом с борта летательного аппарата ведется наблюдение за кометой. Между прочим, тема астрономических наблюдений представлена в собрании камней Эки довольно широко. Древние художники схематично, но вполне узнаваемо изобразили основные космические объекты – звезды, кометы, туманности. Все древние народы пристально изучали небесный свод. Но у кого из них были увеличительные стекла и подзорные трубы? А кто из древних знал, что на Луне есть моря и горы? Доктор Кабрера был хирургом. И интерес к камням Эки у него возник, когда он столкнулся с изображенными на камнях сценами хирургических операций, причем весьма непростых. Помимо известного нам кесарево сечения, на рисунках показаны операции, которые Кабрера интерпретировал как трансплантацию внутренних органов. При этом на многих камнях с медицинской тематикой есть изображение каких-то устройств для анестезии. И часто показан врач-анестезиолог. В то же время инструменты в руках хирургов либо совсем простые, либо изображены очень схематично. Могли ли древние перуанцы пересаживать желудок, печень, сердце и даже полушарие головного мозга? Мне, честно говоря, эти рисунки напоминают в том числе и просто вскрытие трупов. Почему-то никто такую вот банальную версию даже не рассматривает. Ну, вскрывали трупов для того, чтобы изучить внутренние органы человека. Да, внутренние органы действительно в некоторых случаях очень хорошо прорисованы. И сердце, и желудок. Но для того, чтобы так знать их строение, вовсе не обязательно их пересаживать из одного организма в другой. Опять же, например, знаменитые трепонированные черепа в Америке. Ведь существует археологически зафиксированный факт, что в Паракасе обнаружено поселение, где трепонирована чуть ли не половина черепов из найденных. Трепонация достаточно тяжелый процесс с точки зрения воздействия на организм. Ведь человек должен после операции очень долго поправляться. Соответственно, он выключен из процесса добывания пищи, ухаживания за детьми и так далее. И что у нас получается? У нас получается, что половина населения с дырками в голове ничего не делает, а другая половина их должна обеспечивать. Зачем это маниакальное просверывание, проскрябывание дыр, вырезание этих дыр? Здесь, на самом деле, просится опять жестокая версия. А если кто-то ставил эксперименты на людьми? Например, исследовал человеческий мозг, скрывал определенные места в черепе, где было проще добраться до нужной зоны мозга, воздействовал каким-то образом на нее. Трудно даже перечислить все загадки, которые таит в себе собрание камней ики. Так, например, в коллекции есть серия из крупных камней, на которых изображены материки. Но контуры этих континентов нам не знакомы. Можно найти что-то похожее на Африку и два американских континента, однако форма их береговой линии заметно изменена, как будто их рисовали в глубокой древности. Или это вообще материки другой планеты? На всех материках условными символами показаны животные и люди, то есть все континенты были обитаемы. Доктор Кабреро полагал, что на этих камнях показаны как современные материки, так и древние затонувшие – Му-Атлантида. Му-Атлантида Наска. Легко узнать паука, обезьяну, кондора. Получается, что эти камни вырезаны уже после того, как в пустыне были нанесены огромные линии и рисунки. Интересно, что часто рядом с изображениями рисунков Наска находится человечек с подзорной трубой. Но в коллекции есть не только камни. Эрих фон Деникен писал, что как-то доктор Кабреро показал ему потайную комнату, которую он скрывал от широкой публики. В ней хранилось около двух с половиной тысяч керамических статуэток. Многие из них также изображали различные виды динозавров и других вымерших животных. На наш вопрос нынешней хранительницы музея о судьбе этой части коллекции мы получили уклончивый ответ, что ее больше не существует. Однако в частной коллекции и в самом музее мы видели вырезанные из дерева изображения динозавров и сцен охоты на них. Быть может, индейцы просто копировали в дереве и керамике рисунки со священных камней, которые дошли до них из еще более глубокой древности. Как бы то ни было, закрывать глаза на существование такого исторического феномена, как камня Икин, просто глупо. А отрицать его подлинность нелепо. Хотя, конечно, важнейшим остается вопрос, кем и, главное, когда они были изготовлены. Действительно ли это каменная библиотека оставленной цивилизацией, которая существовала на территории Перу миллионы лет назад, в ту далекую эпоху, когда планета была заселена древними ящерами? Если так, то эта цивилизация существовала очень длительное время и сумела застать и более поздние эпохи последних периодов оледенения, когда по землям Америки бродили слоны и скакали кенгуру. С другой стороны, коллекция камней Икин имеет свой аналог за тысячи километров к северу. Это собрание Вальдемара Джульсруду в мексиканском городе Акамбара. В нем также есть огромное количество изображений динозавров и вымерших десятки тысяч лет назад животных. Но керамические изделия, в отличие от каменных, не смогли бы пролежать в земле миллионы лет и так хорошо сохраниться. Кроме того, удивление вызывает явное несоответствие некоторых деталей в той картине жизни древнего общества, которая отображена в рисунках на камнях Ики. С одной стороны, мы видим довольно примитивную культуру. Это общество занимается сельским хозяйством и домашним скотоводством, хотя в качестве скота показано не только корову, но и динозавр. Люди используют простые инструменты и примитивное оружие. Но с другой стороны, некоторые отрасли этой древней культуры чрезвычайно высоко развиты. Прежде всего, медицина и астрономия, представление о земле и картография. В то же время, например, летательные аппараты на камнях Ики изображены очень условно. Так, будто древние художники знали о них чуть ли не понаслышке. И можно предложить такую версию. Коллекция камней Ики оставлена представителями местных примитивных народов. Но эти народы жили бок о бок с другой цивилизацией. Высоко развитой цивилизацией неких богов. Люди видели летательные машины богов. А боги специально развивали отдельные стороны индийской цивилизации. Такие, например, как медицину и астрономию. Такая гипотеза хоть как-то объясняет сосуществование в одной коллекции рисунков охотничьих копий и летательных аппаратов. Какая бы версия происхождения коллекции камней Ики не оказалась верной, несомненно одно. Они наглядно свидетельствуют о том, что современные представления о прошлом человечества требуют кардинального пересмотра. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова